здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 244 выпуск на канале шах и ма 29 марта 2021 года ну что подписывайтесь на канал изолента говорю сразу давайте до сотки ребят догоним вчерашний выпуск был таким жестким на кота костяна на саваничи безусловно но и небольшой анонс сразу здравствуйте я михаил шахназаров и теперь я не только на канале шах и мат но и на великолепном канале метаметрика где мы с коллегами ведем интересные беседы с очень интересными людьми подписывайтесь на канал метаметрика и вы не пожалеете да да скоро на канале метаметрика выйдет мое первое интервью будем развиваться подписывайтесь на канал метаметрика там действительно интересно ну что с чего начнем с новостей о сухогрузе до сухогруз вроде бы сняли вроде бы вот сняли бы то сняли смели но не до конца как я понял а не до конца у меня вчера буквально утром я проснулся взял мобильный телефон думаю напишу-ка я что-нибудь вот именно меня к изоленте и написалось следующее не думал не гадал суэц что марта кажется суровым и пришвартуется пистец в лице баширова с петровым и разнесется в полный штиль подскрежет сухогруза днища эй папуасы где здесь шпиль мы шпилимля по миру ищем и шакуп отдав угля шептала раб в ночи устала им пыл мало скрипаля добрались суки до канала я надеюсь ситуация с каналом ближайшее время разрешится ну а не разрешится да что говорится и ладно ладно то есть есть же сев мор путь поэтому как бы не будем особо горевать но ситуация такая скажем трагикомичная не мог не поставить вот это видео с канала моспикет моя любимая писательниц не побоюсь этого слова да да она самая гузель яхина провела не она провела при презентации да на нонфикшн пытался говорить на русский язык презентации стиль да что получилось не по давай посмотрим а и будем да потом вот это решать получилось до презентации не получились презентации поехали с удовольствием вам расскажу про свой новый роман пришел на самаркан есть упреки в том что книга очерняет прошлое что было все не так страшно такие упреки есть есть упреки в том что книга обеляет прошлое и что действительно представляет слишком легко все эти приключения и таким образом превращается в сказку в которой комфортно существовать то есть упреки самого разного характера я к ним была в чем-то готова не в чем-то а где-то я была к этим упреком готова и зачем начинать презентацию с оправдания если книга так прекрасно так великолепно написано богатым русским языком какие комфортные сказки и вот это вот мне так вообще не было привет пятачок я принесла тебе новую книгу прошлом который едет самаркан идем дальше в романе дети выживают и эшелон доходит до самаркан да просто потому что ему всегда все помогают это действительно роман о том как очень разные люди начиная от чекистов свияжки и заканчивая басмачей в туркестанских степях на время откладывают свою жестокость и в общем-то помогают детям очень разными способами дети выживают а на каком язык сейчас говорили начиная с чекистов свияжки заканчивая басмачей начиная от чекистов свияжки заканчивая басмачей это мы пишем романы да эпически с таким прекрасным русским языком все помогали всем миром басмачи бросили оружие чекисты бросили оружие и помогал бедные детям да а кузель сал и на все до такого молодец и я прям кайфовали смотрим молодец и дальше идем интервью один один чем поздно ром было действительно совершенно прекрасным опытом для меня это был очень интересный очень полезный и очень позитивный опыт это правда это была полная херь потому как это было не интервью а беседа абсолютно неравны и вот это вот постоянно улыбочки разрушился советский союз и обратно вы чё кого вы пихаете народу кого серость идем дальше это история и страны это истории моих родителей моих бабушек дедушек это моя семейная история я в общем-то в написании романов стараюсь разобраться какие-то собственно моих вопросах которые меня волнуют я занимаюсь первую очередь своей семейной историей мне это очень интересно поэтому мне кажется я просто занимаюсь этой истории я занимаюсь и так честно как могу я моя совесть чиста потому что в общем то я делаю все как мне кажется достаточно добросовестно и это все я понимаю что женщину некрасиво передать вот это мои стой я занимаюсь я занимаюсь я занимаюсь истории своей семьи история вашей семьи никому хуй не интересно уважаемая гузы мало уважаемая гузель найдите себе смелость сказать что вы не писательница что вы не творец что вы не способны ни на что вы даже презентацию на русском языке провести не в состоянии ну ну почему так почему вот эти елены шубины ведут нашу страну в пропасть через бескультурия через нулевых авторов таких как вы гузель яхина я теперь автограф сессия как здесь не вспомнить дим юрьевича пучкова а к гоблин который малолетние дебилы родители зачем вы ведете детей на презентацию книги гузель яхиной секта натуральная секта не давайте детям в руки эти книги не покупайте эту бездарщину написанную серым абсолютно малообразованным человеком которую привела в редакцию елена шубина людмила улицкая давайте детям классику давайте детям книги которые учат языку учат добру учат мыслить в конце концов они которые рассказывают истории которые мне интересно я занимаюсь я занимаюсь я занимаюсь не давайте детям в руки эти книги поехали дальше конечно кошмар как на это вот смотреть вот интересная новость смотрите это очень интересная новость вот это прорыв дмитрий рогозин он поделился снимком сухогруза который заблокировал советский канал данным поделился вот ну илон масс говорят он уже бесится вот он уже вне себя просто от злости видите дмитрий рогозин что пишет супер контейнеров север гивен сел на мыс на мыль мель в южной части советского канала снимок сделан спутником конопус би орбитальной станции роскосмос великолепное достижение и тут же почему-то вот эти вот злопыхатели тут же начали говорить о том что дмитрия рогозина хотят снять с поста главы роскосмос о чем вы говорите такие снимки выкладываются такие песни выкладывает дмитрий рогозин на сайт роскосмос а правда через час удаляет но все равно какой смелости человек ждем когда запоет илон маск я сразу скажу я не фанат илона маска но тем не менее как-то разница есть между рогозина и илон маска но мне бы честно говоря хотелось чтобы роскосмосом руководил вот другой человек я хочу гордиться нашим космосом правда вот просто с гордостью говорить о наших достижениях в космосе очень хочу потому что пацаном я гордился этими достижениями правда да но еще сказали что а роскосмос ответил на слухи о скорой отставки рогозина они сказали нет времени на досужие слухи и выдумки понятно короче не поняли вам в пресс-службе сказали нет времени песни писать надо и снимки сухогруза фотографирует потом вообще начали такие слухи распространять что типа он от партии родина в дому пойдет за родину пойдет сейчас разорос космос а потом за родину пойдет на говорили мы о том почему президент россии отказался от вакцинации вот что сказал путин но мы разве с вами должны обезьянничать что ли обязательно делать как кто-то что-то делать на камеру но на нет я с ним абсолютно согласен экс-президент литвы далее грибу скайты кололась астрозенекой да помните на камеру только там шприц был с колпачком почему-то на колпачок такой знаете дезинфицирующий может не знаю поэтому не президентское это дело на камеры прививаться нужно верить президенту на слово а вот ай какой молодец а вот это вот раз вакцину вспомнили да надо значит на пашинян да вспомните его вот это камарилья мамарилья да он сказал пашинян что уйдет в отставку сказали до в апрель месяца пойду в отставка но что хочет сделать сергей карнаухов абсолютно правильно написали свой блог он говорит он идет отставка его партии выиграть на выборах и все армении больше не будет да как по-другому ну если конечно процесс не пойдет какой-то в другую сторону так они знают что я армия закупил вакцин астрозенек ай молодец ай молодец очередной раз в россии шопы да поверну надо будет турецкий да тут только нет вакцин никакой азербайджанский вакцин надо были купить а чё не купили сказали бы да вот тут сказали бы турки изобрели вакцин который мы вот купили просто весь мир они знают сюда позорный позорники убоги 24 тысячи доз купили ведомство отметил что получение препарата прошло в рамках механизма ковакс какого механизма а у россии вы не могли гинсбург заявил что весь мир готовы обеспечить вакцины в скором времени у россии вы не хотели спутник виза купить русский вакцина нам не надо да нам надо шведский английский какой-то или турецко-азербайджанский нам вакцина кай просто нет слов просто нет слов что же что там еще этот дурачок заявил а молодец как вот у него глаза да такой дебил мой он говорил не значит медь это является нефта армении ее экспорт запретить нельзя а что будешь медный ложка делят или себе шлем медный на башка или микросхема себе медного в голову свыли в жопу это вместить многие говорят что метят они в 21 веке очевидно что цены на медь будут очень высокими 21 век так как она является главным компонентом при производстве двигателей до электромобиль и ты если хочешь поставить нам то если там стоять не будет а ну чё малахова давно не вспоминали недавно не вспоминали малахова кровь из ушей от как от не малахова чем малах от канала не малахов кровь из ушей понедельник день тяжелый кровь из ушей ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЛЕННЫХ ПЫТАЛИ МУЗЫКОЙ СЛЕЙЕР, МЕГАДЕФ, МЕТАЛЛИКА, АЙРОН МЕЙДЕН, БРИТНИ СПИРС ДАЖЕ СТАВИЛИ, ДА, ПО НОЧАМ, НА ВСЮ МОЩЮ КОЛОНОК, ТАМ КОЛОНКИ МОЩНЕЙШИЕ СТОЯЛИ, ТАК ВОТ, ЭТО БЫЛИ АКТЫ ГУМАНИЗМА, ШТАТНИКИ НЕ ЗНАЛИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ОЛЕНЬКИ БУЗОВЫЙ, ТАК БЫ ОНИ, ТАК БЫ ВОТ, ЛЮБ СИДИТ ЛАРИСА ДОЛИНА, ВСЕ ГОДОТ, БЕДНАЯ ЛАРИСА ДОЛИНА, ВОТ ЖАЛКА КАК, КОНЕЧНО ЖАЛКА, НО ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ВОТ ЭТИ ВОТ МАСТОДОНТЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ, ЛАРИСА ДОЛИНА БЕЗУСЛОВНОВНОВЕЛИЯ ДЖАЗОВАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЦА, ОНИ БОМОГЛИ ДАВНЫМ-ДАВНО ЭТУ ДЕВУШКУ УБРАТЬ, УБРАТЬ ПОДАЛЬШЕ, ЧТО ИМЕТЬ ТАКИХ НА ПОДХВАТЕ, НЕ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНЫХ, КОТОРА, АНАФАНО КТО ТАМ СИДЕЛ ИГРАЛ, ЭТО Ж ПРОСТО, ЭТО КАКОЙ-ТО НЕ ДАЯНА НИКРОЛ ИГРАЛ АНАФАНО, НО МЕНЯ ПОРАЖАЕТ БУЗОВА, ЧТО В ГОЛОВЕ У ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ОНА РЕАЛЬНО СЧИТАЕТ, ЧТО У НЕЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕТЬ, НО ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО КОШМАР, Т Что там у нас дальше? Так, что там у нас? На юге Петербурга задержали бизнесмена, который расстреливал землю. Это заголовок фонтанки.ру. Ну и что еще? Юлия Навальная написала очередное письмо о том, что у Путина болит. О том, что у Алексея болит спина, но он не жалуется. Алексей запрещал нам об этом говорить, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется. Ути-пути, а до этого он никогда не жаловался. До этого он был таким стойким, оловянным солдатиком. С самого начала пребывания в этом дружелюбном концлагере, в скобках не очень-то дружелюбном. Слушайте, Юль, может вы прекратите называть российские тюрьмы концлагерями? Вот без шуток говорю. Может вы почитаете литературу про концлагеря? Кругозор расширить. У вас же папа был грушник, не давал в детстве книжки такие читать, нет? Зря. Почитайте про концлагеря и сравните их с российскими зонами. Сравните. Это как детский сад и колония для несовершеннолетних. А колония для несовершеннолетних это хуже, чем любая зона. Разумеется, осложнение со спиной связано еще с тем, что не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Вранье. Чистой воды вранье. Он нормально сидит и каждый час его не будет. Тут и здоровая чумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Ну вот после этого уже можно дальше не читать, вы же понимаете, да? Алексею потребуется серьезное лечение. Ширите. Ну, а куда? В России-то врачи. Упыри. Ширите. Ну, в общем, короче, дальше идет. Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет. Доверяет он врачам Ширите. Так вот, я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого Путин запихнул в тюрьму незаконно. Запихнуть можно куда-нибудь, понимаете? Запихнуть. Что там Альбат с головынуть? Вы запихнуть? Какие-то у вас фантазии дурные. Запихнул, потому что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. Ну, я не против, если честно. То, что происходит сейчас, это личное месть и расправа. Это должно быть немедленно прекращено. Юлия, прекратите. Честное слово, скучно, уже уныло и неинтересно. Право слово. Давайте к чему-нибудь другому перейдем. Так, ну что там у нас? Что там у нас? О, ты. Что такое? Где отчетки? О, ты. Это снова яхуй. Ну, вообще, конечно, караул. Жительница Эстонии, встретил автобусной остановки Стави Вальков. В субботу утром машина ехала на работу в Вильянде, да? Жительница Волосты. Пых, я саккала, марью, розеля. У нас, когда, знаете, я на русском читаю вот эти новости Эстонии, на какой-то смысл для вас, наверное, что Ребус, да? Да, действительно, Стави Вальков. Наверное, сначала я подумал, что это косули. Хули, косули и волки. Хули, косули. А косули и волки, это абсолютно. Они же похожи, да? Волки, как косули, да? Вот они вот такие же косули, да? Или вот такие. Потом, значит, потом увидела хвосты. Поняла, что это не могут быть косули. Только по хвостам не поняла. А, ну да, морда волька, как косули, один в один. Когда я подъехала близо, начала их считать. И заснули. Один вольк, два вольк, три вольк, четыре вольк, пять вольк, шесть вольк, семь вольк. Нет, не заснула. Я насчитал семерых. А-а-а-а. Вольки, косленок семеро вольков, да? Это новость умовская сказка. Я насчитал семерых, но я не знаю, может быть, их было больше. Надо было выйти, посмотреть, куда сидели. Ну, сказали, спросили бы, вас семя, алимон, может, девять, а может, двенадцать, да? Ну, сколько вам? Надо было поспрашивать. Я живу в деревне Кью. Хорошее название, деревня Кью. Деревня Кью, вертель, она... Не, не вертель, все нормально там. Я живу в деревне Кью и ехала со стороны Вихма на работу в Вильянде. Опять пошел ребусный рассказ. Перед автобусной остановкой киллая кровейная дорога поворачивает направо. И остановились. Это в мире животных поясновки я сейчас рассказываю, да? А в конце этой дороги волки остались между мной и автобусной остановкой. Я их заметил около 8.50 утра. А на это так, 8.50. Сколько вас? 7? Нет, 12. А, 15, да. Позже они совсем не боялись машины. Это как-то русские волки были, да? Старый Клосс, я, наверное, их выпустил. Похоже, они совсем не боялись машины. Один волк остановился и посмотрел на меня, почему я там остановился и дальше не еду. Да он подошел и спросил, почему ты тюальше не ездишь? Мы же с тобой учились в одной лесной школе. Там сидела ты, бопренок, я, потом охнатая пизда, белочка. Вот это вот сидела, да, вот такая. Вот сидели мы вместе. Ну, в общем, вот так. Сегодня, которые по оценке розы лехт были взрослыми, были одного и того же серо-коричневого цвета. То есть говна. О, ну это нет. Ну, что мы на сегодня... Да, они были очень красивые. Она влюбилась в одного волка, наверное, надо с ним это, и появится какой-нибудь, ну, эстонский принц, Лосиоп Второй. Она сказала, что эта встреча вызвала в ней внутренний трепет. Не то, чтобы я боялась, что они могут напасть, но это было настоящее переживание. Я испытала какое-то эротическое влечение. Вот нет, все, нахуй. А иху с вами, но не с ними, коррады райскими. Ну да, вот, новости и истории. Вилли, детали. Подписывайтесь на Метаметрику, на Изоленту, на Саванище, на Меркуль, на Гаспарян. Да на все! И на Шах и Мат. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Спасибо за внимание.